Узбекистан Кыргызстанская писательница решила отдать своим детям вместо отчества – матьчество. Сотрудники ЗАГСа запросто выполнили просьбу женщины, но через некоторое время опомнились и теперь пытаются засудить мать-одиночку. С точки зрения вопроса дискриминации, то это как раз-таки нарушение прав самой мамы, самих женщин. На единственную трассу, соединяющую Душамбе с Сагдийской областью на севере страны, сошла лавина. Шоссе перекрыто. Несмотря на то, что дорога платная, застрявшие водители жалуются на отсутствие каких-либо удобств и условий. Стоять на месте – это расходы, и только солярку тратим, когда греем машины. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в Бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Спустя сутки после выхода расследования радио «Задлика» тайном дворце президента Шавката Мерзиоя в Узбекистане отреагировали на публикацию кампании «Узбекистанские железные дороги». Распространило официальное заявление, в котором утверждается, что это никакая не резиденция, а зона отдыха Шавос-Сой. В ней помимо железнодорожников и их семьи отдыхают также сотрудники администрации президента. Сообщение опубликовано на официальном сайте кампании на узбекском языке. Там говорится, что постановлением Кабинета министра в 2010 году земли лесного хозяйства Шавос-Сой были переданы Узбекистан-Темир Юляры. Далее утверждается, что с 2011 года на протяжении 10 лет там поэтапно велись строительные и созидательные работы. В заявлении подчеркивается, что все инвестиции осуществлены за счет внебюджетных средств железнодорожной компании, в частности, ее доходов. За последние 10 лет инвестиции в строительство зоны отдыха составили 495 миллиардов суммов. В настоящее время зоны отдыха Назарбек, Чимьон, Ходжикент, Амон-Хона, а также комплекс Шавос-Сой, принадлежащий Узбекистан-Темир Юляры, оказывают качественные услуги около 90 тысячам железнодорожников и населению. Также в своем телеграм-канале компания опубликовала видеоролик и фотографии, на которых показаны группы туристов, которые якобы отдыхают в Шавос-Сой. Эти материалы сопровождаются сообщением, что зона отдыха находится на охраняемой территории у Гамчаткальского государственного биосферного резервата. Здесь созданы все необходимые условия для незабываемого отдыха на природе, с семьей, коллегами и друзьями, говорится в сообщении. Я напомню, наши коллеги из узбекской службы радио «Свобода Озодлика» опубликовали свое расследование два дня назад. Редакция выяснила, что строительство тайной резиденции Шавката Мерзиоева началось в 2017 году и было закончено в конце 2018-го. В строительстве объекта были задействованы государственные компании. Редакция радио, изучив отчеты «Узбекистан-Темир Юляры», пришла к выводу, что на строительство секретного объекта компания потратила несколько сотен миллионов долларов. Кроме того, на принадлежную зону отдыха президент Узбекистана указывает и то, что над объектом введена бесполетная зона. К другим темам. В Кыргызстане подали в суд на женщину, которая дала своим детям вместо отчества – матчество. Документы с так называемым «матронимом» совершенно официально выдала регистрационная служба. Однако через несколько месяцев она же решила аннулировать их. В деталях дела разбиралась Карина Христова. Все детские книги, которые написала Алтын Копалова, вдохновлены реальной жизнью. В них простым языком рассказывается о правах людей, о толерантности. Все их автор сначала опробовала на собственных детях. Алтын одна воспитывает двух сыновей и дочь. В прошлом году она решила привести в порядок документы детей, сменить фамилии всех троих на свою, а заодно и дать им вместо отчества «матроним». Так сыновья стали алтыновичами, а дочь – алтыновной. Мне вообще показалось это очень естественным, что я воспитываю детей. И так сложилось, что у них нет отца. Такое бывает очень часто. И так как я одна с ними, я решила дать им свое имя, предварительно спросив у них, на самом деле, у всех троих. Она их предложила, и они очень поддержали эту идею. В регистрационной службе заявку одобрили. Как раз под Новый год Алтын Копалова получила новенькие документы детей. Написала о своей радости в соцсетях и привлекла к этой теме всеобщее внимание. Возможно, поэтому вскоре получила приглашение в суд. Регистрационная служба передумала и решила аннулировать свое же решение. По словам Алтын, за права детей она готова судиться столько, сколько потребуется. Отступать от принципов не в ее привычках. Я хочу, чтобы любая женщина в Кыргызстане пришла. И особенно те, которые одни воспитывают. Там сами носят ребенка 9 месяцев, рожают. Потом, как часто бывает, отцы отказываются, чтобы она могла прийти. И просто без всяких препятствий на законном уровне дать своим детям свое имя и фамилию. И это про базовые наши права. По словам адвоката Евгении Крапивиной, которая защищает Копалову, регистрационная служба вообще не имела права подавать в суд. Свои же решения спаривать ведомство не может по закону. К тому же норма о том, что отчество можно давать только от мужчин, противоречит международным договоренностям. Кыргызстан подписался под конвенцией о запрете дискриминации женщин 25 лет назад. И за это время вполне мог привести все свои законы в соответствии с ней. Получается, ребенок, он фактически, получается, как собственность отца, да, он продолжение его рода, он носит его имя, допустим, да. У нас есть эти обязательства, но, получается, у мамы нету прав, у мамы одни обязанности. А потом, если мы смотрим с точки зрения вопроса дискриминации, то это как раз-таки нарушение прав самой мамы, самих женщин. В регистрационной службе комментировать вопрос дискриминации не готовы. По словам представителя ведомства, по закону отчество можно давать лишь по отцу или в его отсутствие по дедушке. А значит, выдать документы с матчеством вместо отчества был ошибкой. Мы исполнители, как прописано в законе, мы так действуем. А если есть там какие-то коллизии или это, или что-то еще другое, ну это уже не мне судить. А кому? Ну, по этому процессу, суду. А вообще законодателю. Потому что законы не мы же пишем, правильно? Мы их исполняем. На первый суд по делу пришли десятки журналистов и активисток, поддерживающих требования Копаловой. Но заседание и решили отложить. Объясняли это тем, что судье нужно быть на неких семинарах. Заодно ответчицу попросили в следующий раз не приводить с собой команду поддержки и не собирать столько людей, чтобы не увеличивать риск заражения коронавирусом. Карина Христова, Самат Лужбаев. Настоящее время. Азия. Кыргызстан. Министерство и национального развития Узбекистана. Результаты третьей фазы должны быть готовы в мае. Однако из-за того, что испытания проходят успешно, вакцинация населения может начаться раньше. Также Азию заявила, что китайско-узбекская вакцина в шесть раз эффективнее препарата американской компании «Модерна». Казахстан увеличивает количество регулярных рейсов в Кыргызстан, Узбекистан и Украину. Об этом сообщает Министерство индустрии и инфраструктурного развития. Решение принято в связи с изменившейся эпидемической обстановкой. Теперь самолеты из Алматы в Ташкент будут летать 8 раз в неделю, 5 раз в Бишкек и 2 раза в Киев. Также Казахстан открывает международные рейсы из Туркестана в Стамбул. Частота составит 4 рейса в неделю. Полеты будут выполняться при строгом соблюдении санитарно-эпидемических требований. Деструктивной позицию противников в вакцинации назвал сегодня президент Казахстана. Об этом Касым Жомар Тукаев заявил на заседании Национального совета общественного доверия. Почему глава государства так считает, узнаем у нашего корреспондента Даурена Хайргельдзина. Он с нами на прямой связи из Нурсултана. Даурен, приветствую. Чем был так недоволен Касым Жомар Тукаев? Расскажи. Здравствуй, Шавкат. Обращаясь к Национальному совету, Касым Жомар Тукаев заявил, что его задач, одна из его задач этого самого совета, формировать эффективную устойчивую связь между государством и обществом. Но в случае с противниками вакцинации чиновники оказались бессильны. В покое за хайпом будоражат и вводят в заблуждение граждан. Ничем не подкрепленными и откровенно популистскими заявлениями. Яркий пример – деструктивная позиция так называемых антиваксеров. Настораживает непримиримость взглядов, однобокость подходов в обсуждении различных социально значимых вопросов. Даурен, какие еще заявления прозвучали сегодня из уст президента Казахстана? Касым Жомар Тукаев говорил об ожесточении наказаний казахстанцев, имеющих двойное гражданство. Особенно, подчеркну особенно, если речь идет о госслужащих. Он также предложил готовить женщин-следователей, которые, по его мнению, смогут эффективно и непредвзято расследовать преступления, совершенные против женщин и детей. Сегодня стало известно о еще одной, скажем так, локальной победе, казахстанской победе. Это, разумеется, заявление о разработке нового закона о земле. Главный пункт этого документа – запрет на аренду и продажу сельхозугодий иностранцам и иностранным компаниям. Ну, а говоря о еще одной локальной победе казахстанцев, можем сказать, что люди, которые накануне в столице пришли к администрации президента Казахстана с требованием пересмотреть спорные судебные решения, своего отдобились. Помощник главы государства Тамара Дуисенова заявила собравшимся о создании рабочей группы, в состав которой войдут депутаты Сената, мажориста парламента и представители Комитета национальной безопасности. По словам участников встречи, именно они займутся рассмотрением законности вынесенных решений казахстанскими судами за последние несколько лет. Ожидается, что сама группа будет сформирована уже на следующей неделе, предположительно, 4 марта. У меня на этом все. Шавкат. Большое спасибо. Даурен Хайргельдин был с нами на прямой связи. В Казахстане сегодня вспоминают гражданского активиста Дулата Агадзила. Ровно год назад он умер при загадочных обстоятельствах в одном из сезонов Русултана. Тогда его смерть вызвала волну возмущений по всей стране. Люди выходили на митинги и утверждали, что Дулата Агадзила убили. Власти до сих пор отрицают эти обвинения. Хронология трагического события годичной давности и воспоминания соратников в материале Ярнура Дужанова. «Власти должны ответить за расстрел людей в Жанау-Зенек. Каждый казак должен защищать родную землю, доставшуюся нам от предков». Дулата Агадзил заявил о себе во время земельных митингов в 2016 году. С тех пор он начал открыто критиковать власть. Его соратники вспоминают. Дулат не терпел несправедливости и всегда находился там, где люди испытывали трудности. Ездил по всей стране, поднимал разные социально-политические вопросы. «Он перешёл к активным действиям после смерти пятерых детей при пожаре в столице. Он бросил даже работу, утверждал, что так дальше продолжаться не может. Нужны перемены. Начал в открытую говорить о проблемах». Трагедия в столице стала катализатором массовых протестов многодетных матерей по всей стране. Женщины требовали решить жилищные проблемы и предоставить льготы. Дулата Агадзил практически всегда был в гуще событий, поддерживал митингующих и пытался достучаться до чиновников. За это его часто задерживали, штрафовали. «На него всячески давили, но он оставался верным своим принципам. Ему предлагали деньги, землю. Говорили, создай себе условия, у тебя семеро детей. Предлагали помощь со строительством дома, но он отвечал, что не думает о своей личной выгоде и хочет, чтобы создали условия для всех. Тогда он и успокоится. Он утверждал, что его не интересует власть». «Ночью 24 февраля 2020 года в дом Дулата Агадзила вломились сотрудники полиции в штатском. Активиста доставили в СИЗО. В 8 утра следующего дня стало известно о его смерти. Власти сразу заявили, что Агадзил умер от сердечной недостаточности. Но его соратники в это не поверили и пришли к зданию МВД. Люди перекрыли дорогу, требовали прозрачного расследования и отставки правительства. Акции протестов тогда прокатились по всей стране. В прокуратуре все обвинения отрицали. «В установленном порядке Агадзил осмотрен медицинскими работниками поликлиники села Талабкер и следственные изоляторы. Наличие каких-либо телесных повреждений, характерных для насилия, не обнаружено». Загадочная смерть Дулата Агадзила всколыхнула не только рядовых казахстанцев. Об этом много писали зарубежные СМИ. В ситуацию пришлось вмешаться даже президенту. Касмшимар Тукаев спустя несколько дней заявил, цитата, «Активист Агадзил скончался в результате сердечной недостаточности. Утверждать обратное – значит пойти против правды». «Заявление власти о том, что Дулат умер от болезни, показывает, что у нас не работают законы. Мы не можем говорить правду, что эта правда не имеет никакого значения. Это всё тяжело осознавать». Спустя восемь месяцев после смерти активиста семью Агадзил потрясло очередное горе. В ноябре 2020 года в ходе драки на окраине Нурсултана погиб от ножевого ранения 17-летний сын Дулата Жанбулат Агадзил. Он часто критиковал власть и был одним из свидетелей того, как его отца в тот злополучный вечер забрала полиция. Жанбулата похоронили рядом с отцом. В столице сейчас расследуют убийство Жанбулата, а дело о смерти Дулата Агадзила прекращено. Власти заявили об отсутствии состава преступления. Между тем, соратники умершего активиста сейчас подвергаются преследованиям. «Дулат давно умер, но до сих пор представляет угрозу властям. Сколько человек задержали по всей стране после поминок летом прошлого года. Всех присутствовавших арестовали, кого-то оштрафовали. Это свыше 200 человек. Это все показывает, что Дулата власть боится даже после его смерти». Родные и соратники до сих пор не верят, что Дулат Агадзил умер своей смертью. В недавно принятой резолюции Европарламента Дулата Агадзила и его сына Жанбулата признали жертвами политических репрессий. 16 февраля этого года покойному Дулату Агадзилу исполнилось бы 44 года. Ернур Досжанов, Павел Энгельгард. Настоящее время Азия. Казахстан. С бедностью покончено. Лидер Китая объявил о полной победе страны в борьбе с бедностью. Си Цзиньпин заявил, что из состояния нищеты и бедности удалось вывести почти 100 миллионов сельских жителей. Речь идет о населении примерно 128 тысяч деревень. Кроме того, за неполные 10 лет более 9,5 миллионов жителей Китая переехали из бедных в более развитые районы страны. «Трудная задача ликвидации бедности решена. Вопрос с нищетой полностью решен. Нищета в региональном масштабе преодолена. Совершено еще одно историческое чудо. Еще предстоит пройти долгий путь для решения проблемы несбалансированного развития, сокращения разрыва в развитии между городскими и сельскими районами и реализации всестороннего развития людей и общего процветания. У нас нет причин быть высокомерными и самодовольными. Успокоиться. Мы должны воспользоваться моментом, приложить настойчивые усилия и продолжать бороться». По данным международных организаций, власти Китая уделили особое внимание борьбе с бедностью после прихода к власти действующего главы страны Си Цзиньпином. В 2012-м при госсовете КНР был создан комитет по борьбе с бедностью, который координирует выполнение национальной программы. Так, в рамках этой программы с 2004 года в Китае была развернута система всеобщего государственного здравоохранения, а системой государственного страхования охвачено более 95% населения. Кроме того, с 2016 года в рамках этой же программы на развитие сельского хозяйства в Китае было выделено примерно 460 миллиардов долларов, а китайские госкорпорации для поддержки в бедных районах страны местного производства создали инвестиционный фонд размером почти в 2 миллиарда долларов. Смотрите далее в нашей программе. На единственную трассу, соединяющую Душамбес с Агдийской областью на севере страны, сошла лавина. Шоссе перекрыто. Несмотря на то, что дорога платная, застрявшие водители жалуются на отсутствие каких-либо удобств и условий. Стоять на месте – это расходы. И только солярку тратим, когда греем машины. Мы продолжаем. В Ереване произошли стычки между сторонниками и противниками Николы Пашинянов. В столице Армении одновременно проходит акция в поддержку премьера-министра и митинг оппозиции с требованием его отставки. В центре города произошли стычки, но о серьезных столкновениях не сообщалось. Полиция призвала всех соблюдать общественный порядок, а служба нацбезопасности пообещала реагировать на любые противоправные действия. Отставки Никола Пашиняна сегодня потребовал главный генеральный штаб вооруженных сил. В заявлении военных говорится, что правительство больше не в состоянии принимать адекватные решения. Это заявление главного штаба я расцениваю как попытку военного переворота. Вы знаете, что я полностью признал ответственность за случившееся и сам пытался сделать все, чтобы ответить на все вопросы. Сейчас мы пришли к этапу, на котором неизбежны вопросы к высокопоставленным военным. Пашинян попросил своих сторонников выйти на улицу. Выступая перед ними, политик отказался проводить неочередные выборы в парламент. Он призвал прекратить протесты и начать переговоры. Кроме того, премьер-министр пригрозил арестами за незаконные призывы на митингах. А начальнику главного штаба Пашинян предложил добровольно выйти в отставку. Он также обратился к офицерам и генералам вооруженных сил и потребовал от них заниматься своим делом – защитой границ. После этого Минобороны Армении выступило с заявлением. Там сказали, что вмешивать армию в политические процессы недопустимо и подчеркнули, что обеспечивает безопасность республики. Тем временем противники премьер-министра намерены перекрыть баррикадами один из центральных проспектов в центре города. Об этом заявил кандидат в премьер-министр от оппозиции Вазген Манукян. Сейчас протестующие собрались в здание парламента. Оппозиционные партии пытаются добиться созыва вне очередного заседания. Противники Пашиняна заявили, что готовы встречаться с премьером только по вопросу его отставки. В оппозиционном движении по спасению Отечества обещают, что акции неповиновения продолжатся до тех пор, пока Пашинян не уйдет со своего поста. И они готовы ночевать на улицах. Напомню, протесты в Армении начались в прошлом году после подписания мирного соглашения по Нагорному Карабаху. Оппозиция была недовольна его условиями. Россия рассчитывает на мирное урегулирование ситуации в Армении. Такую позицию высказал глава российского МИДа Сергей Лавров во время телефонных переговоров со своим армянским коллегой Арой Айвазианом. Ранее на происходящее отреагировали и в Кремле. Мы с тревогой наблюдаем за развитием ситуации в Армении. Считаем это исключительно внутренним делом Армении, нашего очень важного и близкого союзника. Мы призываем, естественно, всех к спокойствию. С осуждением происходящего в Армении выступила и Турция. Министр иностранных дел Мевлючеву Шагу сказал, что Анкара против попыток насильственного захвата власти. Мы категорически против переворотов или попыток совершить их, в какой бы стране мира это ни происходило. Мы решительно осуждаем попытку переворота в Армении. Конечно, в демократических странах граждане могут критиковать правительство и даже требовать его отставки, но совершенно неприемлемо для военных призывать к отставке избранное правительство, не говоря уже о перевороте. Это программа Азия. В Таджикистане из-за схода лавин закрыта автотрасса Душамбе-Худжант. Это единственная дорога, соединяющая Северную Сагдийскую область с Душамбе и остальной частью страны. Во второй половине дня движение легковых автомобилей было временно возобновлено, но из-за высокой опасности открывать дорогу для грузовых фур пока не планируют. Вероятность схода новых лавин из-за непрекращающегося снегопада крайне высока, говорят спасатели, и трассу могут снова закрыть. О ситуации расскажет Ануш Шервон-Арипов. Большинство водителей большегрузных автомобилей, узнав о закрытии высокогорных участков дороги, остановились на выезде из столицы въезде на автотрассу Душамбе-Худжант. Опытные дальнобойщики говорят, они привыкли к тому, что дорогу перекрывают в плохую погоду и знают, что делать. В низине теплее, а значит нужно реже заводить машину и тратить топливо на обогрев. Горячую еду недалеко от столицы найти проще, да и в долине безопаснее, чем в горах. Мы здесь внизу стоим из соображений безопасности. Там наверху говорят лавины, дорогу полностью расчистят, и только потом поедем на перевал. 16 лет я по этому направлению езжу и уже привык. Я уже знаю, что риск не оправдан, и в такие моменты не поднимаюсь к перевалу. Лучше здесь подождать. Стоять на месте – это расходы, и только солярку тратим, когда греем машины. Те, кто уже успел подняться в горы, жалуются на отсутствие каких-либо условий. Это единственная дорога в Сахдийской области, она платная. За 12 лет компания РС, которая, по данным Deutsche Welle, принадлежит близким президента Рахмона, так и не создала никаких условий для водителей. Хотя участок, где перекрывают дорогу из-за схода лавин, всегда один и тот же. Допустим, закрыли дорогу, они должны тут или столовую, или чем-нибудь горячим надо обеспечивать водителям, чтобы удобство создавать. Раз закрыли дорогу, значит водителям надо обслуживать чем-то. В комитете по чрезвычайным ситуациям Таджикистана заявили, что ко второй половине дня дорогу Душан-Бехуджан расчистили от снега. Жертв нет. Движение открыли, правда, только для легковых автомобилей, так как угроза схода лавин крайне высокая, и большегрузные машины могут перекрыть движение. Снегопад продолжается. Для обеспечения безопасности передвижения водителей и пассажиров на данном участке автодороги в двух местах работают наши посты, мобильные посты из числа спасателей комитета, которые работают круглосуточно. И вчера с 63 по 73 километр автодороги Душан-Бехуджан со стороны спасателей комитета были эвакуированы пассажиры 28 автомашин. Они были обеспечены горячей едой, а также ночевкой. Из-за обильных снегопадов в горах и лавин было временно парализовано движение по автотрассе на Памирском направлении, но там удалось расчистить дорогу всего за несколько часов. По словам синоптиков, холода продержится в стране до конца недели. Но, отмечают спасатели, из-за обильных осадков угроза схода лавин в этом году сохранится до середины марта. Власти через гос.СМИ призывают жителей не выезжать в горы без особой необходимости. Ануширон Арипов, Насим Исамов, Таджикистан. На этом все. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного канала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Но это не так. США открыто обучают террористов. Сегодня Эверглейдс во Флориде является тренировочным полигоном для потенциальных контрреволюционных партизан. Холодная война накаляется до предела. И оружие космической эры меняет курс ядерной эпохи. Они сказали, черт возьми, возможно, они и правда могут это потянуть. Много раз он повторял, что я знаю, что меня за это убьют. И эти слова оказались пророческими. Я предложил коллегам, давайте мы сделаем цифрового хавьера. Можно такое сказать, что ты фактически с призраком работаешь. Одна из вещей, которую я заметил сразу же после переезда в Латвию, что все поют, когда не было свое государство, но хотя бы были свои песни, мы запустили...